Доброе утро, дорогие телезрители! С вами в студии Мадина Лайпанова и мы продолжаем наше вещание. 7 апреля отмечается Всемирный День Здоровья. Это важный праздник для каждого, кто заботится о своем благополучии, здоровом теле и крепком духе. И сегодня в нашу студию мы пригласили человека, который точно знает, как сохранить физическое и душевное здоровье, а также сможет рассказать о важности своей временной профилактики. Но прежде чем я вас познакомлю с нашим гостем, я предлагаю узнать, какая погода ждет нас в эту пятницу. Местами плюс 6, плюс 11 градусов. В Черкесске без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6, днем плюс 16, плюс 18 градусов. Сегодня у нас в гостях главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, врач-кардиолог Энвер Музафирович Байчоров. Здравствуйте. Здравствуйте. Рады видеть вас сегодня у нас в гостях. Позвольте поздравить вас с профессиональным вашим праздником, вашим и ваших коллег. Да, в принципе, наверное, всех медиков. Всемирный день здоровья – это праздник с такой богатой, наверное, историей, можно сказать. И он касается, мне кажется, не только представителей медицинской сферы, но и любого человека, который хочет прожить такую полную яркую жизнь. Вот давайте немного расскажем нашим телезрителям об истории этого праздника, как зародилось и почему было, собственно, выбрано именно 7 апреля. Да, 7 апреля у нас Всемирный день здоровья. И этот праздник, он в честь организации, как Всемирная организация здравоохранения. 7 апреля 1948 года состоялся первый конгресс Всемирной организации здравоохранения, на котором на этом конгрессе был принят устав Всемирной организации здравоохранения. И через два года, в 1950 году, было принято решение, что этот день, 7 апреля, будет отмечаться как Всемирный день здоровья. И вот с тех пор, ежегодно, мы отмечаем этот Всемирный день здоровья. И каждый год этот день, 7 апреля, посвящен какому-нибудь одному девизу. В этом году девиз Всемирного дня здоровья называется «Мое здоровье, мое право». То есть это приурочено к тому, что каждый человек, где бы он ни находился, в любой точке земного шара, он должен иметь право на качественное медицинское обслуживание, на чистый воздух, на правильное питание, на качественные продукты и так далее, и так далее. То есть этот праздник в этом году посвящен именно отстаиванию прав пациентов на то, чтобы они, как говорится, имели право на качественное медицинское обслуживание и качественную комфортную среду, которая их окружает. Ну это очень мне кажется такая высокая цель достаточно. Учитывая экономическое положение, в принципе, в мире, не везде есть. Ну да, и мы об этом говорим, и мои коллеги, врачи, они всегда говорят о том, что здоровье человека, оно всего лишь где-то максимум на 15%. 15-18% зависит от уровня развития здравоохранения. Все остальное зависит от социально-экономического положения в стране и в обществе, от экологии, от наследственности и так далее. То есть человек есть то, что он ест, пьет, дышит. Привычки. Да, и, естественно, вредные привычки, которые он обзаводится на протяжении своей жизни. То есть уровень развития здравоохранения 15-18%. Это зависит наше здоровье и на продолжительность жизни. Ну, как вы правильно сказали, этот праздник, ну, естественно, это врачебного сообщества, но это праздник всех людей, которые озабочены своим здоровьем и стремятся его поправить, но в крайнем случае его не нарушить свое здоровье. И что тут главное? Ну, самое главное, это как бы вредные привычки. Вредных привычек у нас много. Каждый на протяжении своей жизни обзаводится разными вредными привычками. Ну, такие вредные привычки, которые мы все знаем, которые, как бы, они все осуждаемы в обществе, да, это алкоголизм, наркомания, табакокурение, да, ну, это так называемые зависимости. Но кроме этого, есть еще множество других зависимостей уже, которые уже чисто в психологическом плане, там, игромания, шопоголизм, трудоголизм и так далее, и так далее. И это все тоже сказывается на физическом? Это все сказывается на физическом здоровье, да. То есть это, как бы, вроде бы не влияет на физическое, или, как мы говорим, на соматическое здоровье, но психологически это очень трудно, и дальше начинают уже разъедать организм уже, как бы, на физическом плане. Ну, я с вами соглашусь, вот эта мысль, что, наверное, самое лучшее лечение – это именно профилактика, чтобы не было таких плохих у человека привычек, и, как бы, ты формировал свою жизнь, исходя из того, что тебе нужно и полезно. И, собственно, ваш центр, отчасти, в большей части, скорее всего, занимается именно этим. Ну да. Вот хотелось бы немного поподробнее рассказать о центре, как давно он у нас функционирует, и, собственно, для кого он создан. Ну, вообще-то, изначально мы были созданы на базе Республиканского врачебно-физкультурного диспансера. Со временем он был реорганизован и переименован в Центр медицинской профилактики, а сейчас мы – Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Ну, у нас сохранились те традиции, которые и те отделения, которые были у нас раньше – это отделение спортивной медицины и отделение лечебной физкультуры. То есть мы занимаемся медицинскими осмотрами всех спортсменов, которые у нас зарегистрированы на территории Республики, обслуживаем все спортивные мероприятия и занимаемся реабилитацией спортсменов в отделении лечебной физкультуры. То есть в процессе тренировочном, на сборах, на соревнованиях спортсмены получают травмы, и они находятся у нас на реабилитации. Плюс отделение лечебной физкультуры занимается реабилитацией посттравматических больных, после переломов, после инсультов и так далее. То есть вот эти два отделения, они самые старожилые, они функционируют давно – отделение лечебной физкультуры, отделение спортивной медицины. Ну и, в принципе, новые отделения, которые уже присоединились позднее – это отделение медицинской профилактики и Центр здоровья, и Республиканский центр привычной медико-санитарной помощи. Владимир Мазафирович, я хотела бы поделиться небольшой информацией с нашими телезрителями. Совсем недавно мы побывали в гостях у вашего центра, познакомились поближе, скажем так, с теми людьми, кто там проходит эту профилактику и кто оказывает вот эту медицинскую помощь. Поэтому я предлагаю познакомиться и нашим телезрителям в том числе. Внимание на экран. Болезнь легче предупредить, чем лечить. Это общеизвестный факт, и именно он лежит в основе работы Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. На сегодняшний день данное медучреждение ведет работу с более чем 10 тысячами спортсменов Карачаева Черкесской Республики. Среди них и 14-летний Амир Каджаков. Этот юноша уже два года занимается боксом и, как полагается, посещает данный центр минимум три раза в год. Здесь он проходит плановую диспансеризацию, а также ряд физиопроцедур. Здесь очень хорошие врачи, они хорошо выполняют свою работу, и мне очень нравится здесь. Мне очень понравился массаж, его выполняли очень качественно и хорошо. Все спортсмены Республики, как и Амир, состоят на учете в отделении спортивной медицины, основной функцией которого является общее наблюдение за состоянием здоровья подопечных. Два раза в год мы проводим полноценный осмотр, то есть называется углубленный медицинский осмотр. Туда входят все параметры клинических анализов, ЭКГ и функциональных проб. Помимо плановых осмотров для спортсменов, в этом центре действует отделение лечебной физкультуры, где люди, получившие травму, могут пройти курс реабилитации. Только за прошлый год лечения здесь получили более 200 спортсменов. Программы реабилитации, индивидуальный подход к каждому пациенту. Наиболее часто встречаются переломы, растяжения. Занимаемся с ними индивидуально в кабинетах лечебной физкультуры, механотерапии. Кроме того, есть в оснащении кабинет физиотерапии и массажа. Воспользоваться услугами центра могут не только спортсмены, но и рядовые жители республики. Вот Эльвира Бытаева уже не в первый раз проходит здесь профилактический осмотр у врачей. И, как обычно, осталась полностью довольной уровнем оказанных услуг. Да, когда еще центр открылся, я была, понравилась и всегда повторно прихожу на обследование. Очень нравится. Я всем рекомендую каждый год приходить и проверять свое здоровье. Если вам есть 18 лет, вы можете пройти обследование. При себе необходимо иметь паспорт, полис и страховое свидетельство. Расположен центр по адресу город Черкесск, улица Свободы, 62. Что же, мы возвращаемся в нашу студию. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, врач-кардиолог Энвер Мазафирович Байтера. Итак, Энвер Мазафирович, мы познакомились, показали центр, чем занимаетесь, как у вас проходит лечение и профилактика. Хотелось бы узнать, чем сейчас живет ваше медучреждение. Понятно, помимо запланированных вещей, которые вы на постоянной основе делаете, наверняка у вас какие-то цели и задачи первоочередные сейчас стоят у центра. Ну, смотрите, у нас согласно приказу министра здравоохранения Российской Федерации, все недели в текущем году, как и в прошлом году, они посвящены профилактике какого-либо заболевания или каких-либо патологических состояний. Вот две последние недели, это неделя отказа от зависимости, куда относятся все зависимости, и далее неделя продвижения здорового образа жизни. То есть вот эти две недели, они идут одно за одном, они как бы имеют общую цель. Во-первых, это донести до каждого гражданина ответственность за его собственное здоровье, как его не подорвать, какие есть вредные привычки и как и что надо делать, чтобы сохранить свое здоровье. То есть и вот к этому у нас 7 апреля, как мы уже говорили, Всемирный день здоровья, и президент Российской Лиги здоровья нации Леон Антонович Бакери, это главный кардиохирург страны, наш известный знаменитый кардиохирург, он предложил, и это уже второй, нет, это уже третий раз, такую акцию, как 10 тысяч шагов к здоровью. Что она под собой подразумевает, то есть каждый человек для сохранения своего здоровья должен в день проходить не менее 10 тысяч шагов. То есть для нормального взрослого человека, здорового, который не обременен каким-то тяжелым недугом, это нормальная физиологическая нагрузка, 10 тысяч шагов. И мы стараемся ежедневно доносить, да, популяризировать нас. А каким образом вы доносите до населения? Ну, ваша передача. Через СМИ, понятно. Через СМИ, да, у нас активно работают соцсети нашего учреждения, плюс соцсети всех, у каждого лечебного учреждения существуют свои социальные сети, своя страничка в социальных сетях, и плюс вот телевидение, радио, печатные средства массовой информации, плюс выходы, как говорится, в народ. Кстати, я совершенно недавно, буквально мне попадалась на глаза статья, как раз-таки про ходьбу, и там вот говорилось о том, что ходьба – это универсальное средство вообще от всех недугов. И намного эффективнее она помогает прийти и физически, ну, скажем так, порядок, да, там, если человек не может бегать или не любит бегать, скажем так, что ходьба, она запускает все процессы. Бег, он тоже, как бы, хорош, но он, бег, как бы, полезен не для всех, да, естественно, люди есть в разной физической подготовленности, разное здоровье, разный уже возраст у всех, но бег, он универсален для всех, то есть ходьба, она универсальна для всех, можно ходить утром, вечером, в течение рабочего дня и так далее, то есть, а что такое поднимаем мы под физическую активность? То есть физическая активность – это любое движение человека при помощи скелетных мышц, для чего требуется затрата энергии. То есть мы ходим, это может быть ходьба, может быть езда на велосипеде, может быть, там кто-то на доске ездит, на сноуборде и так далее. То есть любая физическая активность, она полезна для организма. Тут, как бы, есть несколько, там, лайфхаков, которые мы, как бы, пропагандируем. Ну, например, многие сейчас находятся за рулем на машине, ездят на машине, да. Мы предлагаем оставить машину от работы где-то в 300-400 метров, припарковаться, найти себе место подальше. И не будет проблем с парковкой. Да, не будет проблем найти тихое место и вот эти там 300-400 метров пройти до работы пешком. Потом после работы выйти и пройти эти же метры тоже пешком до машины. Очень актуальный совет, я теперь его возьму на вооружение, а как раз у нас парковка постоянно занята, да. Да, поэтому очень простой лайфхак, но действительно действенный, если у человека у нас в основном сейчас у многих офисных работников и так далее, сидячая работа, то есть перед компьютером вот эти лишние там 800 метров, да, они как бы будут очень полезны. Ну дальше, если там вы работаете или живете в многоэтажных зданиях, пешком, да, отказаться от лифта, да. То есть это любое движение, любая физическая активность, она идет на пользу. Это не обязательно вот выйти вечером или утром и бегать, да, или же там записаться в фитнес-зал и так далее. Нет, любая физическая активность, она полезна для организма. Ну, конечно, немногие могут следовать совету Лео Бакерии и проходить 10 тысяч шагов, но хотя бы стараться, стремиться к этому. Вы вот задели такую, мне кажется, очень важную тему касательно зависимости, которые сегодня существуют вот у населения. И может быть, какой-то небольшой топ-список зависимости 21 века для людей? Вот что бы вы могли выделить, с чем работает, может быть, даже центр? Ну, мы как бы, у нас есть и свой психолог и так далее, но это сейчас зависимость от интернета и зависимость от социальных сетей. Мне кажется, даже вот новостная повестка очень, да, вот сейчас влияет, потому что новости разные, и люди, мне кажется, влияют на психологическое состояние. Да, люди, некоторые вообще не отрываются от телефона, считают лайки, которые им выставили, да, в соцсетях и так далее, и так далее. То есть зависимость, если человек 5 минут не посмотрел в свой смартфон, начинает уже себя плохо чувствовать. То есть вот эта зависимость, это как бы... Бич 21 века, да. Бич 21 века. С одной стороны, вроде бы хорошо, что человек всегда находится... На связи. Да, как бы находится в тренде новостном, он всё знает, всё помнит, но очень это как бы сейчас, может быть, не сказывается, но это всё как бы сказывается. Это утомление для головного мозга, утомление для глаз, глазодвигательных мышц и так далее. То есть... Нарушение сна, хочу сказать, одна из самых проблем. Сон – это одно из основных наших, как говорится, достижений эволюции, что человек должен спать. И для взрослого человека обязательный сон от 7 до 9 часов. То есть, там, конечно, у детей побольше, но взрослому человеку для того, чтобы нормально отдыхать, да, сон от 7 до 9 часов. И нормализация режима сна, отдыха и бодрствования. Вот когда мы говорим о профилактике и иногда говорим о здоровом образе жизни, мы это... В первую очередь, конечно, это физическая активность, потом правильное питание, потом нормализация именно сна, отдыха и бодрствования, исключение вредных привычек и так далее. То есть, это всё как бы... Комплекс такой мир, да? Комплексно, всё это на поверхности, все об этом всё знают, но... Почему-то и не делают, да? Да, почему-то это не делают, да. Всё понятно. Вот эта тонкая связь между душевным и физическим здоровьем, мне кажется, она как бы лежит красной нитью вот сквозь вашу деятельность и деятельность подобных центров, да, наверняка? Да, конечно. Я же говорю, мы... Я как-то в начале говорил, что здоровье человека от здравоохранения, конечно, зависит. Но я же говорю, это всего лишь небольшой процент, 15-18, даже меньше одной пятой части. Всё остальное – это социальное благополучие человека. Когда у человека нет дурных мыслей в голове, когда он спокоен за своё будущее, да, то есть... Думает позитивно. Думает позитивно. Вот именно та же ходьба, примерно 10 тысяч шагов – это где-то, ну, час ходьбы, условно говоря, в зависимости от того, кто с какой скоростью, с каким режимом ходит. Но за это время очищаются голова, очищаются мысли, уходят дурные мысли. То есть это... Лучше спишь, в конце концов. Лучше спишь, пройтись по свежему воздуху. Ну, тут тоже, как бы, у моих коллег по-разному. Кто-то говорит, что надо ходить утром, кто-то говорит, ходить вечером. Главное – ходить. Главное – ходить. У каждого организма свои индивидуальные особенности, кто-то днём, кто-то... Ну, и у каждого свой временной график, график рабочий. Поэтому тут, как говорится, неважно. Главное, чтобы мы смогли пройти в общей сложности до 10 тысяч шагов к здоровью, 10 тысяч шагов к жизни. Энвер Мазафирович, мне кажется, очень сейчас вот наших зрителей волнует вопрос, как попасть в ваш центр. Вот если, допустим, сейчас кто-то посмотрит и поймёт, что вот я хочу посетить, может быть, мне это нужно. Пожалуйста, приходите к нам. Это город Черкесск, улица Свобода, 62. Это, ну, мы находимся в одном здании с новым зданием городской поликлиники, правое крыло, Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Возьмите паспорт, возьмите страховой полис свой и приходите к нам. Мы посмотрим вас. Специалисты центра здоровья проведут с вами комплексное диагностическое обследование. И в результате этого комплексного обследования мы выберем факторы риска, которые, факторы риска хронических инфекционных заболеваний, которые, мы, может быть, подвержены. Определим уровень холестерина, уровень сахара в крови. Проведём спираметрию исследования зрения на оптометрическом аппарате. То есть, а дальше уже посмотрим, что и как проведены наши специалисты, врачи-терапевты, врачи медицинской профилактики проведут профилактическое консультирование. То есть, что можно сделать, как отказаться от вредных привычек. Или же дадут направление именно к врачам-специалистам по вашей патологии, если у вас что-то выявится. То есть, мы дальше уже вам расскажем маршрутизацию, что вы дальше будете делать. То есть, какое-то специальное направление терапевта, да, пойти, вот это не нужно. Нет, нет, нет. Просто можно прийти. Да, с паспортом, полисом прийти, мы вас примем, посмотрим. А как вообще вот население реагирует, вы замечаете, приходят вот люди, ну, обыватели всё-таки? Ну, с каждым годом становится чуть больше, да, становится чуть больше. Люди всё-таки обеспокоены своим здоровьем и понимают, что болезнь легче предотвратить, чем потом её лечить. Ну, естественно, мы везде об этом говорим, во всех своих выступлениях, я подчёркиваю, обязательная ежегодная диспансеризация и профосмотры, да. В этом году у нас, как бы, показатели неплохие. Вот с начала года мы идём даже чуть-чуть с перевыполнением плана. Вообще, по национальному проекту здравоохранения в этом году диспансеризации и профилактическими осмотрами должны пройти 70% от населения региона. То есть мы, надеюсь, выйдем на эту цифру, и 70% людей, которые живут в нашей республике, мы осмотрим. То есть это и для чего диспансеризация нужна? Для того, чтобы выявить на ранних этапах хронически неинфекционные заболевания. Это сахарный диабет, злокачественное новообразование, болезни пищеварительной системы, болезни органов дыхания, естественно, болезни системы кровообращения, да. И понятно, что очень долгое время на первом месте в причинах смертности это болезнь системы кровообращения и онкология. Вот эти заболевания мы стараемся в первую очередь выявить факторы риска и на ранних этапах выявить эти заболевания. Ну и, пожалуй, такой животрепещущий вопрос, платно ли это, бесплатно? Бесплатно. И возраст людей? Со скольки можно обращаться? Так, в Центр здоровья мы с 18 лет до 18, если есть детский Центр здоровья, который расположен в детской поликлинике, а с 18 нет, у нас, да, взрослый Центр здоровья работает у нас, да. Ограничений по верхнему пределу нет, а от 18 лет, пожалуйста, с паспортом и страховым полисом. Что ж, мне кажется, мы вот сегодня обсудили настолько важные темы, как уже в начале программы мы говорили о том, что это не только для медиков важно, но и для любого человека, который стремится прожить полную, скажем так, яркую жизнь. Энвер Музафирович, я хочу поблагодарить вас за сегодняшнюю беседу. Она была очень интересной и, я думаю, полезной для каждого, кто нас сегодня увидел. Хотелось бы пожелать успехов в работе вашего Центра, чтобы как можно больше у вас было людей, которые к вам обращаются, чтобы они меньше болели, собственно. Да, будьте здоровы, не болейте. Спасибо большое. Ну, а с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. Желаю вам хороших выходных и до новых встреч.